У тебя украшение какое-то, мне кажется. Ты посмотри. Ребят, смотрите. Бегал за камерой. Такой сигнал вообще под корнями деревьев. Я же не верю. Что тут еще может быть, как не клад? Был найден сказочно богатый клад. Хозяин хутора застрелился, походу. Для любого человека слово «клад» имеет свой эмоционально-романтический оттенок. На протяжении всей человеческой истории клады прятали и искали. И единственное, что для этого нужно, это удача и везение. Но не все так просто. Давай. Да я тебе говорю, звенела как сто процентов. Что ты стоишь, не веришь? Что тут еще может быть, как не клад? Ну что тут может еще тут звенеть? Ура, сто процентов. Давай. Ну, видишь, а я тебе говорил. Иди ты. Доверяя клад земле, человек рассчитывал рано или поздно вернуться за ним. Но в силу каких-то обстоятельств, некоторые клады остались лежать там, куда их положили. Сегодня идем искать когда-то существовавший маленький хуторок, состоящий всего из одного двора. Где? Вот, смотрите, стоит в предупреждающей стойке, чтобы не подходили к ней. Один раз меня укусила такая, но та была чуть побольше. Кстати, это есть в ролике, кому интересно, можете перейти по ссылке. Притом шли мимо, махали катушкой, лежала, даже не шевелилась. А сейчас, вот когда решили ее снять на видео, поднялась в стойке. Примерное место поисков находится за мной, вот в этом районе. Попробуем походить, поискать. Вот дает, уже монету нашла. Зажрали? Да ужас какой-то. Что за монета? Не знаю, тут такая земля, ничего не видно. 1789 год. Кстати, считается, самый большой древнерусский клад был найден помещиком Анинковым. А история эта произошла так. Помещик Анинков был сослан с своего родного имения в Киев за жестокое обращение с крестьянами. Перебравшись в город, он прикупил себе усадьбу неподалеку от церкви. Земля в этом районе была захламнена древним строительным мусором и стоила недорого. Во время земляных работ на территории усадьбы был найден сказочно богатый клад. Из вещей и старинных драгоценностей. Вещи из подземных тайников он сложил в два больших мешка и тайно вывез их на свой хутор в Полтавскую губернию. С находками обращался довольно бесцеремонно. Его дети совершенно свободно играли с золотыми украшениями, рассеивая их по всему огороду. Золотые шейные гривны, которые были в этом кладе, одевали на собак вместо ошейников. А любящий папаша с умилением смотрел на детские шалости. Но, впрочем, умереть в богатстве Аненкову так и не довелось. Состояние он проиграл в карты и окончил свои дни в долговой тюрьме. Действительно пули. Хозяин футера застрелился, походу. Интересная находка. Сигнальчик. Проверим сейчас. Сигнал вообще поверхностный, по звуку. Если глаза меня не обманывают, похоже на птицу. Может, какая-нибудь куропатка или еще что-нибудь. Видимо, снизу была какая-то подставочка под ножки. Такая птичка. Хвостик. Все как полагается. Вот такая, можно сказать, птица счастья. Ольга, интересный сигнал. Пойдемте посмотрим. Что там у тебя? Не знаю, что это такое. Ну, это... Сигнал-то медный, да? Или какой-то? Ну, цветнина. Пипи. Пипи. Украшение какое-то, мне кажется. Ты посмотри. Вон, смотри. Чего? Как будто чешуя там. Чешуя даже. Ну, рисунок какой-то. Да ее помыть надо, так не видно очень. Интересная штука. Правда, рисунок, украшение какое-то. Ну, вот, скоро в ночь на Ивану Купалу должен зацвести папоротник. Ничего себе. Сигнал отнять. Пробка, что ли? Фу-то, думал, язычок от банки. Какое-то украшение. То ли это было колечко. Ну, скорее всего, рваное колечко. Или серьга. Больше на кольцо похоже. Ольге опять след простыл. Куда ушла? Ребят, смотрите. Бегал за камерой. Такой сигнал вообще под корнями деревьев. Подкопал. И, походу, край монеты торчит. Сейчас увидите. Вот, смотрите. Видите? Это сигнал нежный-нежный. Смотри, аккуратно. Ну, судя по всему, пятак. Пятачок. Красавчик. Вообще здорово. Дома почистим. Не знаю, что там получится. Ну. Орел вроде как бы виден. И с другой стороны вензеля видны. Это находка. В ходе этой разведки локализовать место кутера так и не удалось. Вот. Ну, были вот найдены кованые гвозди и вот такой замок. Ну что? Идем искать Ольгу. Куда она? Вот дает. Я ее по лесу ищу. Она в машине сидит. Ну, хвастайся находками-то. Что, класс? Вот еще колечко нашли. По дороге. Так. Сейчас фокусируемся. Ух ты. С камнем, что ли? Не знаю, что там сверху. Пластмасска какая-то. Да нет, это не пластмасска. Это камень, мне кажется. Это старинное кольцо. Все, больше ничего не нашли. Это ты при мне, это при мне, это при мне. Только кольцо нашла, да? Да. Я нашел серебро. Опять? Да, огромную монету. Екатерининскую. Вот так-то. Все, ребят, спасибо, кто был с нами. Спасибо за поддержку всем. Если понравилось видео, ставьте лайк. Мне понравился дизлайк. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok